Добрый день, дорогие зрители! Мы с вами на православном канале «Экзегет» посвятим нашу беседу рассмотрению известной притчи Господа нашего Иисуса Христа, притчу о званных и избранных. Есть несколько вариантов записи этой притчи, которая содержится в трех различных евангелиях, так называемых синаптических евангелистов Матфея, Марка и Луки. И вот сегодня как раз-таки мы будем беседовать о том, как эта притча для нас изложена словами Евангелия от Матфея. Содержится она в 22 главе Евангелия от Матфея, в первых 14 стихах этой главы. Итак, давайте обратимся к тексту и будем попутно как-то комментировать то, что мы с вами услышим. Итак, Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званных на брачный пир. И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, цитильцы мои, что откормлено заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. «Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их». Ну, остановимся на этом месте. Что здесь может привлечь наше внимание, вот хотя бы в этом уже отрывке, который мы с вами услышали? Ну, во-первых, конечно, необходимо отметить, что вообще Господь всякий раз, когда произносит свои притчи, он делает это как бы нарочито, таким понятным для слушателей образом. Он выбирает какие-то такие примеры для своих притч, такие образы, которые были бы, ну, вполне знакомы, понятны, близки его слушателям, которые могли быть, ну, буквально, зачастую на расстоянии вытянутой руки от них. То есть, чтобы вот за этими вполне, казалось бы, обыденными обстоятельствами, которые Господь пересказывает в своих вот этих притчах, слушатели, с одной стороны, узнавали то, что им весьма близко и знакомо, а с другой стороны, находили какой-то более глубокий, потаённый смысл, в чём, собственно, вообще и содержится идея притчи, да, то есть какими-то такими близкими, понятными слушателю и читателю образами донести какую-то лежащую за ними более глубокую мысль, более какую-то важную такую суть, чем просто описание некой бытовой ситуации. Но даже если мы посмотрим вот на то, что мы видим в Евангелии как бы глазами современников, да, то, что в первую очередь нас с вами, может быть, как-то остановит, если мы попытаемся вслушаться, вдуматься в эти слова, и что вызовет какой-то такой определённый в нашем восприятии диссонанс. Ну, во-первых, конечно, это совершенно отличающееся вот в нашем понимании и в понимании слушателей спасителя его времени восприятие образа, фигуры царя. Ну, для нашего с вами, так сказать, монархического прошлого, ну, совершенно как-то невозможно себе представить, да даже, в общем-то, и для настоящего, такую ситуацию, когда царь, батюшка устраивает пир, приглашает на него каких-то гостей, и свят, 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 все отказываются. Да как это возможно? Ну, посудите сами. Ну, как это? Кто-нибудь из наших государей Романовых бы вдруг созвал, призвал каких-то приближённых на пир, а у тех, так сказать, это, у кого там война, у кого село, у кого свои там какие-то занятия, никто не явится? Ну, это просто невозможно себе представить как-то такую, конечно, ситуацию. Да что там упоминать наших чудесных правителей династии Романовых? Да если, так сказать, Владимир Владимирович Путин, да даже Дмитрий Анатольевич Медведев пригласит кого-нибудь сейчас во дворец съездов там на какое-нибудь мероприятие, и кто-нибудь, кому-нибудь придёт вдруг в голову отказываться какими-то выдуманными предлогами о том, что им некогда не заняты, он, так сказать, это бизнес, новогодние ёлки, не знаю, или ещё какие-нибудь неотложные мероприятия, да, приходит Владимир Владимирович в зал там банкетов, а там пусто, никто не пришёл. Ну, то есть совершенно нелепая, дикая в нашем восприятии монархической, вообще высшей власти какая-то такая ситуация, когда царь зовёт, а к нему не приходит. Ну, для нас это, конечно, на самом деле нечто невообразимое, поэтому нам трудно воспринимать эту притчу точно таким же образом, каким бы её воспринимали слушатели-спасители. Но, на самом деле, вот для тех времён, в которые, для тех людей, к которым обращал изначально при своей жизни эти слова спаситель, эта ситуация, в общем-то, ну, не была какая-то совершенно уж такой абсолютнейшим образом невозможной. Скандальной, да, неприемлемой, безусловно, но вот совершенно такой невозможной нет, конечно, вряд ли такая ситуация действительно имела место. Но, с другой стороны, вот так некая такая патриархальная простота восприятия царской власти, которая отражена в этой притче спасителя, это такая очень достоверная историческая черта. Но если мы обратимся, конечно, ко временам, ну, значительно отстоящим от времени жизни спасителя, ну, например, к ранней античности, там, к окончанию тёмных веков, которые описывает в своём апосе Гомер, да, то мы увидим, как он описывает вот этих греческих царей, базилевцев, вот этих василевцев, да, ну, например, Одиссей. Если посмотреть внимательно на его быт, то чем занимается царь Итаки? Он вместе со своими слугами пашет поле, хвалится тем, как хорошо он умеет косить, и как никто за ним в страду не угонится. Ну, просто такой какой-то лев толстой, но только, так сказать, не по праздникам и под приезд журналистов, а ежедневно, так сказать, на общем фронте полевых работ. Он прекрасно знает в лицо и по имени своего свинопаса, у них вполне дружеские отношения, он по именам знает всех своих полсотни рабынь, сам выносит им наказание или поощрение. То есть, ну, вот такой вот быт, скажем, нашего русского помещика, ну, такой средней руки, знаете, с таким уклоном в толстовство каким-то. Совершенно, конечно, несопоставимая фигура с царями в нашем представлении. Да, едва ли мы можем представить себе королеву Викторию, которая, так сказать, пытается отбиться от женихов и там и в своих покоях ткет собственноручно какой-то гобелин. Но, тем не менее, вот еще во времена Спасителя вот такие мелкие царьки, да, они вполне себе существовали, да, и ситуация напоминала какие-нибудь сказки Милна или ситуацию, в общем-то, в той же Европе XIX века, отряли, которых мы сейчас как-то отвыкли, да, когда в той же там Италии или Германии было по полтора десятка независимых правителей, вполне себе сродословно и с громким титулом, и при этом с весьма ограниченной территорией власти, на которой они могли управлять. Ну, естественно, вполне таким простецким бытом. Желающие получить о нем представление могут, например, посмотреть, ну, уже довольно старую экранизацию истории императрицы Сиси, да, где показана ее вполне такая простецкая жизнь в доме ее родителя, да, в исполнении императрицы играет Роме Шнайдер, и очень, так сказать, живо там показан вот этот быт царской семьи, где папаша весьма любит пиво с сосисками и пропадает целыми днями на рыбалке, вот, и просто как в шварцевских пьесах, приходя, так сказать, свой дворец, больше напоминающий крупный коттедж, надевает на голову корону в официальных случаях, которая у него где-то на гвоздике висит. Ну, в общем, несколько утрируя, этот вот царский быт, он, конечно, несколько отличается от привычного нам, и вот такой же примерно простотою, отчасти близкой к описанным событиям, он отличался и во времена Спасителя. Ну, собственно, в начале еще в жизни Спасителя и современники, и слушатели его прекрасно об этом помнили. Собственно, все государство, в котором он жив и проповедовал, было разделено на четыре части между четырьмя царями, тетрархами, четвертовластниками, сыновьями Ирода Великого, у каждого из которых при этом был собственный такой кусок 60 на 60 квадратных километров, ну, условно говоря, там, и при этом собственная монета, собственное войско, собственная служба охраны, собственные дворцы и все признаки монархического такого вот устройства. То есть для современников-спасителя вот этот образ царя, который устраивает пир, зовет гостей, рассылая своих рабов, с которыми он тоже, очевидно, знаком со всеми, знает их по имени и дает им личные распоряжения, что, в общем, тоже, конечно, не совсем укладывается в нашу парадигму восприятия царской власти, оно для них, на самом деле, было вполне понятно и знакомо, в отличие от нас. Итак, вот эта простота царской власти, которая изображена в притче спасителя, это такая вот, ну, весьма реалистичная черта времени и сознания тех людей, к которым это повествование обращено. Но давайте обратимся дальше. Все-таки, каким бы ни был этот упоминаемый в Евангелии царь, он все-таки продолжал оставаться царем. В его руках была сила, в его руках была армия, ну, и тех, кто осмелился уж так вот окончательно презреть его царское достоинство и власть, осмелился нанести ему оскорбление и обиду, были, безусловно, наказаны, как об этом и сообщается, говорится дальше в евангельской притче. Услышав о сём, то есть о том оскорблении, которое было носено ему, тем более в лице его слуг, напоминаю, что некоторые из этих посланных были вообще избиты, оскорблены, даже убиты. Итак, услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжёг город их. Ну, итак, о чём говорит вот это строгое наказание и что, собственно говоря, должны были прочесть слушатели Спасителя, ну, вот хотя бы вот в этой части притчи. Это же вполне на самом деле очевидно. Притча-то говорится как раз-таки о них, о том укладе, в котором живут они. Фактически, эта притча обращена ко всему ветхозаветному обществу. И так становится понятно, что царь, о котором говорит Спаситель, это сам Бог, сам Господь, который правит этим миром и посылает в Него время от времени своих посланников, своих рабов, то есть своих служителей, пророков. Именно пророков оскорбили, избили, убивали жителей этого непокорного своему высшему, верховному, небесному царю царства. Причем тогда, когда Он готовил их к пиру своего Сына, то есть ко времени пришествия Спасителя. Очень актуально и своевременно произносится эта притча. И не случайно, может быть, она попадает именно вот в этот воскресный день накануне праздника усекновения главы Иоанна Предтечи, поскольку но вот в этих событиях, о которых говорит Спаситель, вполне угадывается судьба ветхозаветных пророков, многие из которых претерпели гонение, напасть, избиение и даже мученическую смерть, как, собственно говоря, вероятно, это произошло уже на тот момент, судя по евангельским событиям, по их хронологии, и тому, как они изложены в Евангелии от Матфея, это уже успело совершиться с святым пророком, предтечей крестителем Господним Иоанном. Он на тот момент уже был убит, безусловно, это известие весьма волновало, тревожило современное иудейское общество, было у всех на слуху, передавалось, обсуждалось, строились какие-то зачастую мрачные прогнозы по этому поводу, делались какие-то выводы из того, что произошло, и поэтому, в общем-то, образ-то был такой очень узнаваемый, посланных слуг, слуг посланных созвать всех на пир, устроенный Богом, Отцом, Царем этого мира, для своего Сына, то есть, для Господа Иисуса Христа, Сына, Слова Божия, воплотившегося, пришедшего в этот мир. И, таким образом, здесь Господь указывает на ту, весьма скоро постигшую вот это ветхозаветное общество, трагическую судьбу, которая началась с череды антиримских восстаний, а закончилась действительно избиением, истреблением убийц он их и сожжением их города. Что за их город? Безусловно, это в первую очередь, конечно, имеется в виду Иерусалим, который евреи и тогда, и до сих пор, и сейчас зачастую называют просто одним словом город. Для них это город. Город с большой буквы, единственный и неповторимый, который они, если называют вот этим словом, то всем понятно по самому звучанию и значению, с которым это произносится, что речь идет исключительно именно Барусалиме. Вот именно этот исключительный для иудеев, для евреев город и был сожжен, как мы знаем, войсками римских полководцев, а затем императоров Тита и Веспасиана в ходе осады в 70-м году со многими, конечно, человеческими жертвами, с истреблением вот этих убийц, их потомков. И вот такая горестная судьба ждала тех, кто отверг призыв, божественный призыв на тот вот великий пир, на то великое торжество, торжество небесное, независящее от каких-то человеческих событий, от какой-то человеческой жизни, торжество, которому ничего совершенно не может помешать и воспрепятствовать, если человек захочет принять этот призыв, это приглашение и явиться на него. И далее Господь повествует о том, что же сделал царь. И здесь тоже в последующем этом повествовании весьма интересно приплетаются и такие жизненные, вполне узнаваемые реалии, которые совершенно на самом деле не являются чем-то фантастическим, как это может быть сейчас, опять же, с высоты наших монархических представлений это может показаться нам. И в то же время, как и всегда, в притче скрывается весьма такой глубокий пророческий и вневременной смысл. Итак, тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Итак, как уже мы с вами сказали, вот в этом отрывке небольшом на самом деле переплетены и жизненные реалии, и глубокий такой вот образный пророческий смысл. Итак, что касается жизненных реалий, потерпев вот такую досадную неудачу с тем пиром, на который он собирался пригласить каких-то своих таких близких ему людей, хорошо знакомых, семьи, которых он знал, предков, которых он знал, с которыми был тесно связан, и получив вот такую совершенно обескураживающе досадный и в высшей степени оскорбительный отказ, Господь, царь, устроитель этого пира, он посылает своих слуг для того, чтобы собрать просто на каких-то распутиях, перекрестках, каких-то там изгородей всех совершенно кого эти рабы встретят и увидят. В чем реалистичность этого писания? Дело в том, что это вполне такой понятный как бы с чисто даже практической точки зрения ход. Царь, у которого по каким-то причинам не состоялся запланированный пир, превращает его в благотворительное мероприятие, превращает его в такой благотворительный пир, на который он собирает ну таких низших представителей общества, тех, кто, казалось бы, не мог пользоваться его благосклонностью, снисходительностью, но на самом деле это не было чем-то таким ну совершенно исключительным. На самом деле вот такой обычай накрывать в своем доме особый стол для убогих нищих коллег, для каких-то людей, оказавшихся за бортом этой жизни, накрывать особую трапезу для странников или приглашать их к своему столу, являлась в общем-то делом таким тоже достаточно обычным во все времена. Даже тот уже упоминавшийся нами Одиссей, да, как его историю описывает Гомер, в качестве неузнанного пока еще странника в бедной одежде, явно потрепанного жизнью, находит вполне пристанище в своем собственном доме, до времени скрываясь от своих домочадцев спустя 20-летнее вот такое свое вынужденное отсутствие и получает вполне себе и вкусный приготовленный фаршированный желудок козий в качестве такого как бы угощения совершенно казалось бы чужому всем страннику получает отдельное место для него накрывается отдельный стол в той же палате где пируют именитые гости и вот вообще обычай собирать вот таких вот людей и накрывать для них трапезу готовить для них пир являлся ну таким признаком хорошего тона такой вот добродетели благовоспитанности которую могли проявить те правители которые в действительности были милосердными или хотя бы желали прослыть таковыми и поэтому этот обычай он находит свое воплощение и в жизни иудеев того времени обратный пример этому содержится в истории нищим лазарьи богаче который вполне мог бы последовать этому доброму примеру и накрывать у себя в доме стол для таких бедных коллег как лазарь который может быть поэтому лежал у дома богача надеясь хоть когда-то попасть на такой благотворительный пир и питаться от его щедрот так делали многие византийские вельможи императоры так это делали и русские князья вспомним хотя бы князя владимира красное солнышко который после своего обращения в православие каждый воскресный день у себя в своем княжеском тереме накрывал три трапезы и на третью приглашал всех убогих нищих коллег странников и сам самолично прислуживал им на этом их вот таком обеденном перу то есть это тоже в общем-то не являлось чем-то таким ну совершенно из ряда вон выходящим может быть сейчас мы как-то отвыкли от понятия вот таких благотворительных обедов которые бы устраивали благочестивые вельможи ну за их так сказать отсутствие но тем не менее это имело место и слушатели вполне могли узнать вот в таком добром правителе который повелел устроить вот такой благотворительный пир вполне знакомое даже может быть лично известное им лицо какого-то из их современников но вместе с тем как мы говорили здесь содержится и такой прообразовательный смысл он состоит в том что Господь отчаявшись дождаться на свой пир тех кого он знал кого он любил кого он растил на протяжении дневного поколения он посылает своих слуг следующих так сказать своих рабов которые уже на этот раз это явно святые апостолы имеются ввиду он посылает их уже по всем распутьям этого мира посылает их еврейское рассеяние посылает их и за проповедью вообще к язычникам для того чтобы всем кто только захочет откликнуться на его призыв предоставить место за этим прекрасным пиршественным столом в его дворцовой зале и так это пророчество говорит о проповеди святых апостолов в этом месте притчи говорится о той апостольской проповеди которая соберет на пир устроенный отцом для своего божественного сына уже всех кто бы только не захотел принять это приглашение вне зависимости от их происхождения и положения в этом мире и далее царь вошед посмотреть возлежащих увидел там человека одетого не в брачную одежду тогда сказал царь слугам связавшему руки и ноги возьмите его и бросьте во тьму внешнюю там будет плач и скрежет зубов ибо много званых и мало а мало избранных итак вот это так сказать кульминация всей этой притчи всего этого рассказа которая обнимает собой в общем-то на самом деле всю историю человечества на этой земле историю от всю историю человеческого спасения от устройства ветхозаветной церкви на которую которая представлялась собой на приготовление к великому пиру до апостольской проповеди которая собрала всех вот в эти пиршественные чертоги христианства на ту великую возвышенную трапезу причащения святых христовых тайн на ту трапезу церковной жизни церковного слова церковной поэзии очищения освящения своей души и заканчивается это повествование вот такое действительно универсальное обнимающее собою можно сказать все основные эпохи периоды человеческого существования истории человеческого спасения повествованием о суде суде как частным так и общим поскольку на примере вот этого человека который оказался на царственном пиршестве в неподобающей в грязной видимо такой смердящий и совершенно негодный для такого прекрасного мероприятия одежде оказался выброшен во внешнюю тьму ну тот кто представляет себе как бывают темные вот эти восточные ночи о которых идет речь и какой контраст они представляют с ярко освещенными масляными светильниками и факелами и домами в которых тепло светло тот может себе действительно представить вживую насколько страшно оказаться вдруг из этого света вот в этой темноте которая в славянском варианте так и приведена кромешная кромешная то есть внешняя что стало таким нарицательным словом когда мы говорим что ночь очень темная мы называем ее кромешной при том что кромешная это то что находится за кромкой то есть вне это вот то абсолютно темное пространство которое лежит за освещенным благодатью божией кругом жизни церкви и на земле и в особенности на небе все то что будучи нечистым по слову спасителя не внидет в царство небесное находит там свой бесславный и абсолютно темный конец и в этом отношении вот в этой притче конечно содержится не только какие-то упреки спасителя к его современникам не только для них произносит господь эту притчу она имеет отношение ко всем нам точно так же как те ветхозаветные люди которые были приглашены на пир сына царя мы также имеем в руке это приглашение мы также званы на этот пир и тем что наши предки хорошо были известны спасителю хорошо были известны богу царю который наблюдал за ними всю их жизнь вел их по этой жизни растил их радовался вместе с ними их потомство продолжение их рода утешал их в их скорбях и вот вдруг мы недостойные потомки этих близких спасителю близких богу родов вдруг оказываемся совершенно ему неблагодарны отказываемся от его великодушного приглашения к вечной жизни к вечному свету к вечному пиру за какими-то совершенно надуманными абсолютно глупыми предлогами как будто у нас нет каких-то дел важнее чем вечное спасение нашей души но тем не менее многие из так называемых и христиан к сожалению как мы видим будучи призваны к этому пиру не только не считают своей необходимой обязанностью явиться на него почтить его своим присутствием его вниманием своим но и и оскорбляют тех кто несет им слово божие и даже как мы знаем и избивают и убивают и всяческое можно встретить в этом мире полном бесовской злобы которая к сожалению проникает и в души вот таких номинальных христиан поэтому не одних только вот таких отказников и саботажников царства небесного из ветхозаветного общества господь имеет ввиду для нас подобное осуждение звучит намного страшнее и намного более грозным является это предупреждение и в то же время конечно мы с вами даже явившись на этот пир должны помнить что одно само по себе наше желание там появиться тоже еще не является гарантом нашего спасения и вот здесь Господь облучает вот этот такой вот протестантский догмат протестантскую доктрину о спасении одной только верой ну действительно те кто пришли на этот пир они же поверили тем кто их послал они же не посчитали это каким-то розыгрышем они вполне серьезно ответственно в отличие от своих предшественников отнеслись к этому приглашению они поверили они пришли на этот пир но оказалось что одной званности мало вера то есть принять с верой призыв прийти этого еще недостаточно для спасения протестанты учат и говорят что если ты веруешь в Иисуса Христа то ты уже спасен но на примере этой притчи мы видим что это совершенно не так необходимо явить делу от вер своих и эти добрые дела должны быть сделаны не в католическом понимании против которого так восставали протестанты выплеснувшие с водой вместе и ребенка когда это все все эти добрые дела воспринимались как какая-то услуга богу как какое-то пополнение вот сокровищницы сверхдолжных сослуг как такая мена я вот тебе сделаю доброе дело а ты мне простишь какие-то мои грехи нет речь не идет о каких-то торгах с богом добрые дела нужны не для того чтобы как-то ими оправдаться на суде изворачиваясь и прикрываясь этими добрыми делами ссылаясь на них как на свои какие-то достижения жизненные нет к сожалению или к счастью на этом суде сразу будет видно кто делал эти добрые дела кто делал их по-настоящему от веры и ради веры а кто пытался торговаться с богом потому что смысл творения этих добрых дел не в том чтобы делать их сами по себе но в том чтобы человеческая душа таким образом очищалась освещалась освещалась готовилась к самой важной в своей жизни встречи с богом для того чтобы ее одежды стали чисты светлые и белые и позволили их обладателю позволили душе очищенной и освещенной этими добрыми делами соединяющими человека не как-то там мысленно в каких-то расчетах а непосредственно через сообщение душе благодати божией позволило беспрепятственно пребывать вот в этом царском чертоге на царском перу вот у нас тоже к сожалению присутствует у некоторых людей вот такое вот какое-то совершенно протестантское мышление они думают что если они православные и ходят в храм то этого вполне уже достаточно для спасения нет братья и сестры для того чтобы достигнуть этого блаженного состояния и наша душа должна соответствовать нашему званию как однажды сказала блаженная Паша Саровская Сергею Александровичу Нилусу который пришел ее посетить глянув на него она сказала рубашонка то у тебя сегодня чистенькая и Сергей Александрович понял в чем дело потому что как раз перед приходом к блаженной он побывал на богослужении искренне исповедовался в своих согрешениях причастился к святого христовых тайн и душа его светилась с чистотой благодати Божией которая как раз таки и узрел вот этот чуткий проницательный духовный взгляд блаженной Паши Саровской вот в таком состоянии должна находиться человеческая душа для того чтобы она могла надеяться на встречу с Богом такую встречу которая станет для нее залогом вечной жизни и вечной радости на том нескончаемом перу который уготовил милостивый Бог Отец для своего привечного Сына на котором желаем оказаться и нам и вам нашим слушателям и всем православным христианам которые только захотят серьезно и внимательно отнестись к делу своего спасения и оставаться не только лишь формально званными православными христианами но постараются саделаться теми самыми избранными избранными о которых повествует в своей притче спаситель и эту притчу мы сегодня с вами постарались ну хотя бы в каких-то таких вот общих самых деталях и частях и в общем таком смысле хотя бы рассмотреть и обсудить внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео субтитры 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 субтитры